Вознесение Господне празднуется на сороковой день после Пасхи. События, которые вспоминаются сегодня, являются одними из главных в священной истории христианства. Святые отцы православной церкви не оставили нас без духовного наставления в этот день. Сын Божий, и когда пришел на землю, восприняв человеческую природу по домостроительству, не лишил небес своего величия. И теперь, вознесшись плотью, не оставил землю без своего управления. Святитель Иоанн Златоуст. Отчего это? Когда Господь наш Иисус Христос родился, ангелы, хотя и явились, но не в белых ризах. А во время вознесения Его они явились в ризах белых и блестящих. Ибо в Писании говорится, что «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Ангелы во время вознесения Господня были одеты в белую одежду, в знамение того, что вознесение Господа во плоти составляло величайшее торжество для них, потому что белая одежда есть знак веселья и сердечной радости. А на Рождество Его они потому не явились в белых ризах, что во время плотского рождения Его Божество уничтожалось, тогда как в Вознесении человечество Его обожилось. Святитель Григорий Великий. Господь, соделавшись выкупом нашей смерти, собственным воскресением разрешил узы смерти и своим Вознесением положил путь всякой плоти, и, будучи сопрестольным и равночестным своему отцу, в день суда по достоинству жизни произнесет приговор над судимым. Святитель Григорий Низкий. «Вознесся Христос на небо перед своими святыми учениками и всем верным своим показал путь туда. Вознесся Христос, глава на небо. Вознесутся и святые члены Его, истинные христиане. Затворен был туда путь людям, но смертью Христовой отворился. Святитель Тихон Задонский. Он вознесся на небо для того, чтобы широко раскрыть для нас двери небесные, оставить их прочь для нашего беспрепятственного восхождения на небо. Отверзи же нам, Господи, отверзи двери милосердия Твоего». Святитель Дмитрий Ростовский.